Друзья, я всех приветствую! Ой, сколько народу! Очень рада, что вы подключаетесь. И надеюсь, что продуктивно сегодня проведем наш прямой эфир. Все будут внимательно слушать эту актуальную и важную тему для каждого, которая касается маркетинга, привлечения клиентов и удержания. Добрый-добрый вечер всем! Так, присоединяемся, ждем. И не буду долго задерживать ваше время, понимаю, во-первых, что у всех разный часовой пояс. Во-вторых, люблю без воды, с донесением информации, без всякого разглагольства. Давайте сразу определимся, если появятся вопросы в процессе моего выступления, то я, конечно, сразу вам на все вопросы отвечу уже в конце, чтобы не сбиваться. У меня на компьютере есть небольшая презентация, куда я буду подглядывать. Подготовила я ее специально для вас. И также небольшая презентация на телефоне. Если сейчас получится, я вам выведу, чтобы что-то важное вы могли себе скринить, ну, либо там писать где-то, фиксировать. Вот. Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Виктория Варанкина. Я в прошлом мастер маникюра и педикюра. Сейчас я основатель школы маникюра и салона красоты в городе Екатеринбург, если быть точнее, под Екатеринбургом, в городе Верхняя Пышма. Вот. Я бы хотела сегодня выступить с вами с очень классной темой. Выступить для вас с очень классной темой. Она называется «Как увеличить поток клиентов прямо сейчас». Если вам эта тема актуальна и вы хотите быть магнитом для своих клиентов, то отправьте какую-нибудь мне реакцию. Мне будет очень приятно, что я попала в яблочко, потому что я знаю, что одно делать круто — маникюр, педикюр, быть классным специалистом, другое — это проявляться в массы. И показывать себя как эксперта. К сожалению, многие не умеют этого делать. У мастеров очень много хороших, но с продажами у всех беда. Сама я сейчас веду наставничество мастеров, довожу их до результата. Они учатся быть магнитом для аудитории, привлекать платежеспособную аудиторию и клиента поток. Также веду на наставничество инструкторов с нуля, где учу их обучать с нуля, также привлекать учеников. И вообще, такое мое любимое самое — это маркетинг и продажи. Потому что на продажах очень много чего строится. Опять же говорю, какой бы ни был крутой специалист, какое ни было бы крутое заведение, если отсутствует маркетинг и отсутствует продажа, то, к сожалению, ничего не получится. Поэтому любому мастеру очень важно научиться привлекать клиентов и увеличивать тем самым поток своих клиентов. Так, очень рада вашим реакциям. Сейчас, секундочку, мы с вами подключим презентацию. Так, вот так вот видно. Ну, более-менее видно, конечно, съедаются какие-то у нас буковки, но ничего страшного. Смотрите, в этом уроке мы с вами разберем, что такое продажи без продаж, ошибки в продажах и фишки, которые увеличат ваш доход уже сразу после применения, если все, что я скажу, применить прямо сейчас. Давайте разберемся с вами, что такое продавать, не продавая. Вообще такое заезженное понятие, да, которое крутится в соцсетях, но на самом деле оно имеет место быть. Это когда заведомо своей экспертностью и проявлением в блоге мы уже продаем клиенту идею купить именно у вас при помощи специальных различных инструментов маркетинга, который вы можете проявлять в своих сторисах, учитывая свои экспертные качества, свои личные какие-то проявления, можно добавлять развлекательный контент. И главное всегда регулярно быть в поле зрения у своих клиентов. Все, что касается привлечения клиентов, это хорошо, но мало привлечь клиента один раз. Наш блог с вами, который мы ведем там в Инстаграм, предположим, да, площадка такая распространенная, которую вы используете для привлечения клиентов правильно-неправильно, но все-таки каждый из вас сейчас смотрит здесь, значит, вы работаете с Инстаграмом. Мало привлечь клиента, его нужно еще удержать, поэтому наш блог, он также работает и на удержание. И считается же высшим пилотажем, когда, например, у вас 80% ваших записей это постоянные клиенты. Значит, они вам доверяют, значит, это очень круто, прекрасно, значит, вы смогли донести им свою ценность. И смотрите, как в нашем контенте мы работаем на постоянных клиентов, когда наши клиенты всегда видят вашу экспертность, когда вы постоянно транслируете, например, как вы закупили новые материалы, как вы изучили новую технику, как вы съездили на какой-то мастер-класс, как вы сейчас здесь обучаетесь, вы все об этом транслируете. Впереди Новый год, как вы будете делать крутые какие-то дизайны, как вы заботитесь о клиентах, проявляете какой-то сервис, вот купила новый чаек новогодний, вот купила подставочку для сумки, вот купила то все. Вы каждый раз вот этим вот контентом продаете идею клиенту того, что вы его лучший выбор. То есть он уже на подсознании, каждый раз смотря вот такие сторис, ваш клиент думает, что, блин, круто, что я выбрала именно этого мастера, классно, ну у нее, блин, скоро, наверное, вообще мест не будет с таким подходом к работе. А если это не транслировать, то клиенты никогда не узнают, какой вы крутой мастер, какой у вас крутой кабинет, какие у вас крутые материалы, какие у вас классные вытяжки, с какими там болезнями и нарушениями, если это подосфера вы работаете, да, они об этом не узнают, если это не транслировать. Я всегда говорю девочкам, что, своим ученицам, что мы сами создаем свой личный бренд, что мы сами по факту продаем себя вот при помощи вот таких вот движений, которые у нас происходят, например, в сторителлинге. И на это не нужно капец сколько времени, на это потребуется там буквально час в день по 15-10 минут между вашими клиентами, чтобы отлично выстроить сторителлинг, запустить туда разные экспертные продающие крошечки, которые доведут клиента до покупки нового, а старому клиенту мы еще раз продадим идею, что вы самый крутой специалист, которого он выбрал. Что вообще такое вот продавать не продавая, почему важно доносить свою ценность для аудитории, нести ее в массу? Приведу вам такой понятный, банальный пример из бытовой жизни. Я всегда его привожу девочкам и на обучение. Вот, например, женщины, которые сидят в декрете, они бесконечно вот так вот целый день, как белки в колесе, что-то делают, да? Они там моют, убирают, готовят, потом стирают, гладят, еще следят за ребенком, еще и бывают не за одним, у кого-то там секции. И женщина, которая сидит в декрете, она по факту это самая декрет, это самая тяжелая работа. И вы вот так вот крутитесь, крутитесь, и вот 90%, ну 80, ладно, процентов случаев приходит с работы. Вот и муж уставший, да, голодный, говорит, ну тебе хорошо, ты-то целый день дома. И тебе так обидно, ты думаешь, блин, да ты вообще офигел, что ли? Я, блин, целый день просто, ты что, не видишь вообще дома, чистота, все приготовлено, ты что, все само делается, да? А по факту он же этого не видит, как это происходит. А представляете, если бы ваш муж видел этот процесс весь, как вы целый день вообще не присаживаясь, все это делаете, как орет ребенок, как вы тут бегаете и разрываетесь. Представляете, какая ценность сразу бы у женщин была, если бы это можно было бы транслировать. Но мужчины об этом не знают. Привожу такой пример, потому что с нашими клиентами происходит все ровно так же. Клиенты не могут догадаться, насколько огромный идет вклад в нашу работу. Почему складывается, с чего складываются такие вот суммы бешеные там за услуги. Они думают, так дорого, блин, она подняла прайс на 200 рублей. А если бы клиент постоянно видел, как вы транслируете все, начиная от сервиса, заканчивая там обучением, то тогда у него бы никогда не возник вопрос, почему у нее так дорого. Тогда бы вы привлекали ту самую платежно способную аудиторию и удерживали ее. Вот это называется продажей, навык там продавать, не продавая. Вот на бытовом таком легком примере я вам объяснила, для чего это делается. Поэтому обязательно мы должны все это транслировать. Поехали с вами дальше. Так, я забыла про, знаете, про презентацию, которую я готовила, как всегда, разговорилась. Так, сейчас, секундочку, открою вам все. Так. Так, вот, начнем с этого. Какие же фишки продаж, да, помогут нам увеличить нашу прибыль в блоге? Да, сейчас мы разговариваем, конечно, про Инстаграм. Можно взять и сеть ВКонтакте, например. Но я больше приветствую Инстаграм, здесь шансов гораздо больше. Кто там сейчас говорит, что, ой, тут никто не сидит, сейчас покупательская способность снизилась, ни хрена. У нас как в салоне было 70% клиентов с Инстаграм, так и есть. И новый трафик, и старый трафик, которому мы постоянно продаем идею, что мы крутые. И все это держится на этой площадке. Поэтому если тут грамотно выстраивать и вести вот эти вот воронки, то отбой от клиентов просто не будет. У меня была на наставничестве девочка, подулок, только при помощи пары инструментов. У меня есть живой кейс и отзыв, кстати, тоже на подулок. Она привела к себе 25 клиентов. Это был просто, ну, как бы нонсенс. Мы, конечно, с ней очень хорошо, продуктивно работали, но все-таки это все произошло через Инстаграм. Первое, что мы можем внедрить прямо сейчас, это автоприветствие в директ со спецпредложением для новеньких. Записывать клиентов сразу на следующую процедуру и продавать в диалоге с заботой о клиенте. Да, диалоги или это называют сейчас смс-оборот. Такой очень важный момент вообще во всем салонном бизнесе и у частных мастеров тоже, когда просто идет слив клиента в диалоге с клиентом. Ой, слив клиента в диалоге с вами, да, то есть когда вы прямо наглядно сливаете. Многие даже это не понимают и не знают, почему так происходит. Первое, с чем мы с вами разберемся, это с автоприветствием в директ. Сейчас я найду. Так, что такое вообще автоприветствие? Существует автоприветствие и автоответ. Автоответ – это автоматическое сообщение, которое можно установить через Facebook и сейчас через VPN это тоже можно сделать. Это сообщение, ну, такой автоответчик, который может выходное, ночное, или когда вы там заняты, время, когда к вам пишет пользователь, с любым вопросом вы можете ему ответить каким-то сообщением из серии «Скоро я подключусь к диалогу» и «Тра-та-та», чтобы тем самым его оставить таким тепленьким, потому что он уже к вам обратился. А автоприветствие – это сообщение вообще всем новеньким подписчикам, которые вы высылаете вручную, либо там с помощью специальных ботов. И главное отличие, что автоответ приходит всем написавшим в директ, автоприветствие приходит всем подписавшимся на ваш аккаунт. И тот и тот инструмент очень хорошо работает. Зачем вообще нужно автоприветствие, да? Зачем нужно что-то писать, когда там человек на нас подписался? Конечно же, для увеличения продаж. Если пользователь подписался, любая подписка – это вот для вас как прям красный такой огонёк, который, о, клиент подписался, значит, ему что-то нужно. Значит, ему интересно, значит, он обладает покупательской способностью, значит, он заинтересован, помогите ему. Напишите ему приветствие, здравствуйте, ваш подолог Мария. У меня для вас есть спецпредложение, спасибо вам за подписку. И три пункта на выбор, что вы можете предложить ему, чтобы он к вам пришёл и записался, да? Какие-то там подарочки, бонусы, скидочки, бесплатная спа-услуга ножек, бесплатный там массаж ножек, да, если говорить о подологии, там три пункта будет достаточный, и ответьте цифрой, что вам больше подходит. И обязательно дедлайн, чтобы предложение действует, например, там в течение трёх-четырёх дней или недели, чтобы клиент сразу записался, чтобы он вам не написал через год, типа, а это ещё вообще работает, а это ещё действует. В общем, важно, чтобы в таком приглашении присутствовала прям такая сильная выгода для вашего потенциального клиента, причина, по которой ему будет очень интересно именно попасть к вам, потому что наверняка клиенты, которые подписываются, они не только на вас подписались, не подписались на несколько мастеров, и как бы таким образом ищут себе того, кому они пойдут. Понятно, да, в чём отличие. А получается, автоприветствие, его можно настроить через директ Facebook, и когда вы, например, пилите ногти, не отвечаете сразу, выходит такое шаблонное сообщение, например, тоже можно использовать какой-нибудь триггер в виде «Если ты меня дождалась, забирай свой подарок». И клиент такой раз сидит, ждёт, блин, какой там интересный подарок. И вы ей отвечаете, там, Мария, здравствуйте, да, ну, я здесь, там, извините за долгий ответ. На первую процедуру вас ждёт подарок, например, масло или крем для рук, там, что-то такое, там, для ног, да, например. Вот сто процентов клиент пойдёт туда, где присутствует какой-то лид, и он вас дождётся. Поэтому можно сразу настроить вот автоответ таким образом. Потом, когда уже человек подключился к диалогу, вы уже начинаете его обрабатывать. Но главное же его удержать, потому что, поверьте, два часа ждать, ну, это очень много. Кто-то не отвечает по три часа, а потом думает, у меня нету клиентов. Ой, у меня там в скрытых запросах, оказывается, был там, мол, клиент. Вы его продинамили, потому что очередной раз пилили. Вообще, я всегда говорю о мастерам, которые уже раскрутились и твёрдо встали на ноги. Не пожалеете, тысяч, там, пять в месяц, да, это можно найти за пять тысяч, можно найти администратора онлайн, который будет записывать вам клиентов и доводить до записи. Сейчас это очень пользуется активно спросом. И вы не будете париться за то, что вы не отвечаете клиентам, когда вы пилите. Потому что очень многих в переписке нужно прям доводить до записи. И с этим отлично справится онлайн-администратор. Так, поехали дальше. Следующее, что нам важно, это записывать клиентов сразу на следующий визит. Очень редко кто этим пользуется, к сожалению. Мы в салоне, когда это ввели, я поняла, сколько всего мы потеряли, потому что клиента надо брать, пока он горяченький. И согласитесь, сразу же видно, сразу же видно, что клиент заинтересован, что клиенту понравилось, что клиент слушается открытым ртом. Вообще в патологии очень много фишек, которые могут удержать клиента и привлечь на следующую услугу. Во-первых, там много услуг долгоиграющих, то есть, например, там Титанку, да, если устанавливаешь или вот, ну, что-то по типу установки, ну, возьмем на примере этого, то клиенту уже одна процедура не поможет, он же все равно к вам придет. И тут хочешь, не хочешь, да, там вторая процедура-то уже будет подешевле, он все равно придет. Поэтому здесь у вас в патологии вообще очень много шансов привлекать и оставлять клиентов. После педикюра сделали бесплатно массаж или спа, все, клиент на веки ваш, у него горят глаза, и она тут такая выходит в запаре, ей не думать о следующем разе, а вы ей говорите о том, что вам нужно записаться заранее. Давайте я посмотрю для вас удобное окошко, потому что часто, например, вечерние окошечки и выходные у меня заняты, а нам же нужно с вами активно восстанавливать ножки, да, нужно будет заменить все вовремя, и сразу ищите ей местечко. Если по статистике из 10 клиентов, там, один только согласился записаться заранее, то значит, нужно что-то применять, какой-то лид. То есть, например, клиент подошел, вы там ему дали рекомендации, круто, если они у вас распечатаны, если вы еще не сделали распечатанные рекомендации после каждой вашей услуги, это очень плохо, это не забота, в педологии очень важно объяснять клиенту домашний уход, вы сами понимаете, да, что от этого зависит очень много результата ваших трудов. Вот, клиент подошел к вам, и вы начинаете ему говорить о том, что если он сейчас запишется, то ему будет скидка, то только скидку делайте, пожалуйста, не в коэффициенте процентов, проценты никто не считает никогда, делайте в деньгах, например, скидка там 200 или 300 рублей на следующий визит. Это очень крутая фишка, потому что, поверьте, на рекламу сил уходит больше, чем на то, что вы сейчас делаете скидку 200 рублей, и клиент запишется к вам снова, не жмотитесь, и он придет обязательно. Еще можно такое внести, то есть сразу объяснить правило, если оно записывается со скидкой на следующий визит, то менять место ему нельзя, тем самым вы зафиксируете место за клиентом, и он уже не будет у вас туда-сюда отменяться, туда-сюда скакать, то есть можно сразу сказать, что если мы с вами меняем время, то, к сожалению, скидки у вас не будет. Вот, прям без замудренных предложений, просто вот, либо заставлять, ну, как заставлять, либо говорите ему о том, что вы очень востребованы, у вас очень много клиентов, мало свободных мест, давайте заранее запишемся, если это не оконает, то смотрим статистику, все отмечаем, и потом предлагаем уже какой-то лид, там, 200 рублей, чтобы клиент записался сразу. Очень жалко, что многие это не используют, но это, поверьте, дает нам огромный поток возврата. Так, дальше, что я вам хотела еще сказать? Поехали дальше. Значит, следующее у нас идет, это диалог с заботой о клиенте. Уже открою вам, чтобы вы смогли сфотографировать. Вот, диалог с заботой о клиенте. Вообще, самое, что я хотела сказать про диалоги с клиентами, клиенты делятся у нас, да, на холодных, горячих, теплых. И вот человек, который сам вам пишет, это что ни на есть, самый горячий клиент. Он сам вас нашел, он сам перешел по ссылке, или он сам нажал написать в директ. Ему не нужно было его никак привлекать, ничего не нужно было делать, человек написал сам. Все, это прямая дорога, короткая, довести его до записи. И на этом моменте очень часто происходит слив клиентов. Сейчас обучают своих администраторов в работе с возражениями, различным триггерам, там, выбор без выбора и прочие. Есть фишки в маркетинге, в диалоге, да, которые доводят клиента сто процентов до записи. Вот. И вам хочу сказать, что те, кто пишут нам сами, мы должны их брать и обрабатывать. Они по-любому уже готовы на услугу, да. И нужно уметь работать с разными возражениями. Дорого? Ну да, у меня дорого. Нет, нужно аргументировать, обязательно с вопроса на вопрос отвечать, заинтересовывать диалогом, не писать вот такие поэмы, объяснять кратко, но красиво. То есть есть очень много триггеров. По сути, слив клиентов в 90% случаев происходит из-за переписки, а точнее из-за халатности вообще мастеров, как они относятся к клиентам в момент переписки, серии там. У вас там дорого? Ну да, у меня дорого. Или там. Слана, там, какой вы делаете? Педикюр, смарт, точка. Что? Что? Никакой даже нету презентации услуги, никаких лидов, ничего нет. Конечно, я не буду покупать. В общем, 90% не используют возможность проявиться, потеплее, заинтересованнее и выстроить диалог с клиентом. Как часто вообще выглядит диалог? Давайте разберем вот такую вот типичную ситуацию. Клиент пишет. Здравствуйте. Скажите, вы делаете аппаратный педикюр? Мастер, здравствуйте. Да, делаю. Клиент, а сколько стоит? Прям банальная переписка, да? Мастер, с покрытием 1900 рублей. Клиент, хорошо, спасибо, я подумаю. Мастер, ок. Ок, да это вот ок, еще скобочка, типа, ну думай, дорого ей, наверное. Да нихрена. Она уже спросила, все хорошо. Просто вот вы не довели этот диалог до конца. Возражение, я подумаю, и возражение, дорого, это два самых главных возражения. Причем возражения, я подумаю, используют те, кто стесняется сказать, что у вас дорого. Это как бы, ну, примерно одно и то же, я подумаю и дорого. Но все эти возражения можно закрывать молниеносно просто. И этот диалог мог выглядеть вообще совершенно иначе. То, что мы сейчас с вами, я вам прочитала, это прям стопроцентный слив клиента, за это администраторов увольняют с салона, если они себя так ведут. Давайте разберемся, как взаимодействовать с заявками так, чтобы довести отказы от услуги до минимума. Ну, во-первых, будет очень здорово, если вы установите автоответ, да, и это бесплатная функция, которая добавит пару баллов к лояльности от клиента. Это то, про что я говорила, что когда вы заняты, если у вас нет администратора, то вы пишете о том, что извините, я занята, сейчас нахожусь с клиентом, отвечу вам в течение двух часов с меня за ожидание подарочек. Так, все, этого будет достаточно. Клиент вас дождался и посмотрел, что же произойдет дальше. Я вам только фишек рассказываю, надеюсь, вы будете это все применять. Потому что очень хочется, чтобы это все было не зря. Да, все мои тут сейчас старания перед вами, еще в рамках бесплатного этого марафона, поэтому очень вас прошу это все применять. Так, там вопросики, вопросики, я все вам потом отвечу. Вот, это будет уже проявление заботы, вот такое вот сообщение, да, автоответ, если вы оформите или наймете администратора, который будет взаимодействовать с заявками, это уже будет такой уровень заботы о клиентах, он обязательно запишется к вам. Всегда нужно представлять себя на месте клиента. То есть, если вы бы написали мастер, например, на брови записаться, и она молчит два часа, что бы вы сделали? Вы бы пошли к другому специалисту, искать другого. Но, если бы вам пришло сообщение из серии «Дождись меня, пожалуйста, тебя ждет подарок», то, возможно, вы бы потом отметили себе галочку, что нужно посмотреть, что мне напишет именно этот мастер. Так, секунду. Так, секунду. Да, сразу нашла другого. Все верно, периодически там читаю ваши эти сообщения. Вот, поэтому, чтобы такого не произошло, мы настраиваем, естественно, автоответ. Ну, обязательно заморочьтесь и найдите, как это все делается. Обязательно. Смотрите, начало диалога. Если вам пишет потенциальный клиент, он спрашивает всегда самые такие базовые вещи, которые ему необходимо узнать, ну, чтобы сделать следующий шаг для принятия решения. Вообще, подходит ему ваша услуга или нет. Самое важное при ответе, при общении с клиентом, это дать правильный ответ и задать правильный вопрос с продолжением диалога. В маркетинге это называется вопрос на вопрос. Ваш ответ всегда заканчивается вопросом, чтобы было продолжение диалога. Этот вопрос должен помочь вам выявить критерии, которые важны клиенту. Пока мы не выявим критерии, мы не сможем очень круто и развернуто сделать самопрезентацию. Смотрите, опять же, пример диалога. Клиент, здравствуйте, скажите, вы делаете педикюр? Мастер. Добрый день, Светлана. Благодарю вас за обращение. Пример правильного диалога. Не просто добрый день, да, а добрый день, Светлана, обращаясь по имени. Благодарю вас за обращение. Поблагодарили за то, что клиент обратился именно к вам. Да, я делаю педикюр. Аппаратный и комбинированный. Пошла презентация услуги. Экспресс-педикюр, обработка только пальчиков. Скажите, у вас есть предпочтения по типу педикюра? Или я вам могу помочь определиться, какой из них подойдет вам больше? Или у вас есть, например, смарт, есть golden trace, да, есть там какие-то еще свои эти прибавлевоуточки, да, там, патологические, да, например. И вы не расписываете, что там каждый, что там каждый, значит, да, там, смарт-педикюр, это там работа, там, дисками, golden trace, это препарат. Не надо ничего этого расписывать. Просто пишите, у меня есть такой-то, такой-то педикюр. Давайте я вам помогу определиться. Расскажите мне, какая у вас проблема. Заканчиваем диалог вопросом. Важно. В ответе мы делаем самопрезентацию, перечисляем услуги. То есть это тоже очень важно, чтобы не было такого полотна следующего сообщения. То есть сразу пошла самопрезентация, сразу может быть какой-то лид, сразу может быть какая-то скидочка для новых клиентов. И вопрос обязательно поставлен для того, чтобы клиент продолжил общение с вами. Мы выявляем потребность клиента и помогаем ему с выбором. Здесь у нас есть два варианта, да. На наш вопрос клиент ответит, что ему нужна помощь, чтобы определиться с выбором, либо он скажет, какой педикюр предпочитает, если он уже знаком с данной услугой, и вы переходите к этапу цены. Возможно, и третий вариант, когда клиенты в лоб сразу говорят, что... Есть другой вариант, когда клиенты сразу переходят к цене. Такие клиенты, которые чисто ищут там, лишь бы было подешевле, и сразу спрашивают о цене. Тогда стоит обозначить ему минимальную и максимальную цену. А далее кратко раскрыть, от чего зависит цена. Не так, что там 1900, 2200. От, до. И рассказать. В салонах обычно идет презентация конкретной косметики, на которых делается выбор, например, люксио, не люксио. Смотрите, клиент пишет. Подскажите стоимость, пожалуйста, мастер Светлана. Цена на педикюр от 1400 до 200-600 рублей. Зависит от того, обрабатываем ли мы всю стопу или только пальчики, наносим ли гелевое покрытие на ногти и нужен ли нам спа-уход. Да, то есть перечислили, от чего зависит цена. И сразу же такой мини-прайс, там экспресс педикюр 1400, полный без покрытия, там 1900, спа как допуслуга 300 рублей. Сразу можно вставить лид-магнит, при записи там в течение трех дней спа-услуга, там идет вам в подарок. Какой из вариантов вам подходит? Заметьте, диалог закончился с вопросом. Поэтому я говорю сообщения, вот диалоги, это такая отдельная огромная тема в маркетинге. На нее очень много уходит ресурсов у тех, кто ведет отделы маркетинга и обучает там различных менеджеров и администраторов. И я сейчас занимаюсь вопросом тем, что обучаю своих администраторов, потому что не все понимают, насколько это важно. Важно всегда заканчивать сообщение вопросом, который предполагает ответ клиента, если мы работаем как справочный центр или как банк, то мы, естественно, теряем клиентов, происходит слив. И не спрашивайте клиента никогда, в какой бюджет он бы хотел уложиться. Во-первых, это может его смутить. Во-вторых, такой вопрос сразу заставляет задуматься о том, чтобы взять там услугу подешевле, например. Дайте сразу варианты цены. Не спрашивайте, нужно ли покрытие или обработка пальчиков. Напишите лучше сразу такую мини-презентацию с прайсом. Тогда в таком случае, когда мы перечисляем вот этот вот используем такой мини-прайс в формате презентации одним сообщением, клиент узнал всю информацию о услугах, потом он узнал, какой у нас идет прайс, и потом он уже, исходя из этот прайс, у него появился выбор. Когда есть у клиента выбор, ему проще определиться. Когда нет выбора и идет фиксация на там тупо там 2200 и все, точка, тогда клиент, конечно, начинает сливаться. Далее клиент может вам задавать такие вопросы, как отличие одного педикюра от другого, да, опять же, потому что вы ему сделали развернутую презентацию. Поэтому постарайтесь ответить максимально развернуто, но по делу, без всякой воды. И не забывайте также заканчивать каждое сообщение вопросом. Когда уже прошла презентация, то начинаем спрашивать. Светлана, скажите, какое вам подходит время? Тут хорошо сработает такая фишка в маркетинге, она называется выбор без выбора. Это когда мы клиенту ставим в сами время. Светлана, вам удобен будний день или выходной? Светлана, вам удобно первая половина дня или вторая? И потом уже смотрим по своему графику, перечисляем время. Никогда не скидывайте, никогда полотно из времени клиенту. И никогда не скидывайте вот это. Вы можете выбрать любое время с 8 утра до 20.00. У меня все свободно. Или вот эти вот полотна в сторис. Можете записаться на 8.00, 10.00, 11.00, 11.00, 11.00. Клиент смотрит, думает, охренеть. Вот это у них в свободных мест ничего, вообще никто не ходит. Вы теряете востребованность уже вот такими вот фишками. Поэтому очень важно применять вот эту вот штуку выбор без выбора в переписке. и сразу обозначать самим, какое время. Сначала мы говорим клиенту время, которое вам удобно, чтобы закрыть разные дыры. Например, там где 13.00, там невостребованные кошки, два часа. Потом, когда он пишет строго, нет, мне нужен вечер, тогда окей, 18.00 или 20.00. И уже начинаем работать. То есть тоже классная такая фишка. Так, дальше, следующее. И следующее у нас идет, после того, как мы пообщались с клиентом, это закрытие клиента в запись. Когда мы клиенту дали всю необходимую информацию об услуге, проработали с возражением, предлагаем клиенту записаться на услуги, если он, конечно же, сам после такой презентации не предложил его записать. И как предложить клиенту записаться? Вот здесь бояться не стоит. Часто я слышу от мастеров, клиент узнал у меня вообще буквально все, мы чуть ли не созвонились и не поболтали, но он не попросил записаться. Как я ему скажу? Подумают, что я навязываюсь. Вот это вот, она подумает, что я навязываюсь. Девочки, это продажи, это бизнес. Маникюр, педикюр воспринимайте, пожалуйста, как бизнес. Вы все здесь, кто работает на себя, вы бизнесмены. Поверьте, ваш доход – это продажи. Будете стесняться продавать, будете тысячу лет сидеть и работать за копейки. Понятно? Никакие платежеспособные клиенты к вам не пойдут. Заметили, что некоторые, у некоторых прайс, например, на маникюр, если возьмем маникюр, за одинаковое качество, на одинаковых материалах, смотришь, работаешь один в один. Я знаю даже двух мастеров, сидят у нас в бизнес-центре на одном этаже, у них кабинет, буквально против друг друга. У них очень крутые работы, у той и у той. Но у одной прайс тысяча рублей, а у другой тысяча восемьсот. Восемьсот рублей разница. Вот та, которая за тысячу восемьсот, она умеет работать на платежеспособную аудиторию, ей вообще пофигу. А та, которая за тысячу двести, я сколько ее знаю, столько она сидит в этом кабинете и пили за тысячу двести, боясь там подняться даже до тысячу пятьсот и потерять этих бедных клиентов, которые наверняка ноют, что у них нет денег. Поэтому продажи — это не стыдно, стыдно не продавать и плохо жить, и вкладываться столько в вашу профессию и не продавать. Это ужасно. Поэтому учитесь продавать, тогда у вас будет ажиотаж, будет спрос. Научитесь продавать, сможете потом делегировать, научитесь продавать, сможете открывать салоны, научитесь продавать, сможете стать инструктором и привлекать учеников. Все устроится на маркетинге Ну вот так вот Все устроено, к сожалению или к счастью Побеждает тот, кто умеет продавать Кто умеет заниматься самопрезентациями Кто умеет проявлять свою экспертность В блоге Так вот, немножко отключилась Потому что очень люблю эту тему Очень хочу донести всем мастерам о том, что Продавать несложно, продавать не стыдно Этому нужно учиться Даже больше, чем ваше повышение квалификации Кто-то идет, учится 105-й раз на аэрограф Который нахрен никому не обосрался У меня же два любимых клиента попросили аэрографию Я пошла, потратила деньги на курсы Их не отбила Но зато я не учусь продавать И не покупаю курсы по продажам Хотя продажи приносят деньги клиентов Моментально аэрограф Который сделают два засранных клиента Но зато душу отвела, отучилась на аэрографию Ну вот бред Надо думать уже с точки зрения бизнеса обо всем Так, 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 так Эфир останется Здравствуйте Да, по правилам я должна сохранить для вас эфир А вы должны сделать отметку Развернутый отзыв про мое выступление И отметку на меня И отметку на аккаунт, с которого я вам вещаю Вот Домашечка такая А, еще там было написано, что закрывать нельзя Истории не закрывайте Так, мы остановились с вами Что вот часто слышу от мастеров Что клиент узнал Все у меня Попросил записать Что я ему скажу Он подумает, что я навязываюсь Ему, наверное, слишком дорого Вот это обычно Ему, наверное, слишком дорого Зачем вы заглядываете людям в кошелек? Вы вообще не знаете, сколько у них денег Честно У меня когда администраторы так говорят Я готова уволить вот этот Ну, ей, наверное, дорого Она писала, что она ходила там за 1200 И что? Никогда не узнаем, сколько у клиента денег Поэтому не надо додумывать за людей Не надо гадать Человек вам сам написал Потому что ему услуга нужна 100% Нашел подолога, например, из вас Там большинство подолога Значит, он нуждается в подологической какой-то услуге У него есть проблемы Я говорю, у вас ниша такая прям крутая Для продажи узкая достаточно, да? Но этим пользуются услугами подологов Очень много людей Потому что подолог сейчас заменяет хирурга И подолог круче работает, чем хирург Сама не раз обращалась Ребенка не раз водила Поэтому тут такой просто может быть призыв к действию Записаться к вам Раскрытие различных проблем на ногах Вот, человек сам вам написал Потому что услуга ему нужна точно И когда вы не предлагаете ему записаться После всего диалога То увеличиваете вероятность Потерять клиента на 50% Я вам больше скажу После вашей презентации Если вы не начинаете задавать ему вопросы о записи Удобно ли вам там Давайте я вас запишу Клиент вообще может забывать Мы провели такую мини-консультацию Он такой А, да, надо будет как-нибудь записаться Не надо как-нибудь записаться Надо, чтобы он сейчас записался Поэтому если вы его сейчас горяченьким не возьмете То ничего, чудо не произойдет Потом он вспомнит о вас Скажет Ну да, я с каким-то подологом общалась же У меня опять этот вросший ноготь болит Блин, переписку я уже потеряла Все, клиент слит И причин может быть много Значит, сразу нужно его записать Не надо спрашивать Вас записать? Вы записываетесь? Вы надумали? Спросите сразу Выбор без выбора На какое время вас записать? Дневное или вечернее? Выбор без выбора Либо-либо Человек пишет Вечернее, вечернее Кошки, бац, скинули Не полотно, а вечернее Вот такой простой фишкой Вы уже можете увеличить Количество записей на услуги Неправильно Светлана Записать вас на педикюр Правильно Светлана Есть свободное время На завтра 11 и 13.30 На какое время вас записать? Либо Есть свободное время Завтра Ставим интервал Например, 10.00 14.00 И 18.00 Или 18.30 Часто, да Часто время после работы Опять же Выбор без выбора В какую-то Из временных циклов Вы точно попадете И угадаете Потому что, ну, клиенту удобно Либо утром, либо день Либо вечер Но не полотно Так, секунду 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 Так Вопросики ваши Сейчас отвечу Так Ну, если клиента Не устроило Естественно, это время Да, эти все окошки То обязательно предлагаете ему Другое удобное время Там, другой день Или там Клиент пишет Мне удобно вечером Я работаю до 18.00 А вы ему уже на завтра Скинули окошки 18.00 Там не было И даже если есть То вы уже не позоритесь И не пишете А, да, завтра вот есть На 18.30 Вы пишете Например, послезавтра Я могу вам предложить Да, там На 2 декабря В 18.30 Как раз есть окошко В завершении диалога Мы что, обязательно просим Имя клиента Если мы его не увидели Там в нике Или где-нибудь в WhatsApp Номер телефона Просим оставить И напоминалка о визите Я надеюсь, все умеют Пользоваться ботами Которые напоминают о визите Нужны обязательно Этим пользоваться Иначе у вас Будет вероятность того Что клиент Не придет Очень высоко Напоминалки Все эти боты Бесплатные Работают очень классно Это крутая интеграция Мы вообще в чудесное время Просто живем Сейчас столько всего существует Что может за нас Сделать с вами За нас напомнить За 3 недели Что клиенту пора записаться За нас Чуть ли не записать В онлайн записи Да, все сделают за нас Что дальше Обязательно фиксируем И дублируем Всегда адрес Как вас найти Как к вам пройти На каком этаже Вы находите Даже клиентам Которые у вас были Вот должна быть Такая рассылочка Базовая Потому что часто Люди забывают Им неудобно Они начинают злиться Искать наверху Где же там ее адрес Поэтому Чтобы упростить Обязательно Вы Должны написать адрес Так, так, так В целом Все Я вам важное сказала И сейчас Это наверное Покажется вам сложным Но после того Как вы научитесь Строить диалоги С клиентами Пользоваться автоответами Вести качественный инстаграм Привлекать И удерживать клиентов И войдете В этот классный мир Маркетинга Который дает Огромные возможности Карьерный рост То Жизнь заиграет Другими красками Там где есть Спрос Ажиотаж На услуги Там крутятся Большие деньги И большой карьерный рост Пока нет Ажиотажа на услуг Мы стоим На мертвой точке Мы не можем Не начать делегировать У нас нет Уверенности В своей экспертности Потому что У нас нет Клиентов Нам кажется Что мы вроде Неплохо делаем Но где же все клиенты А клиентов Очень много Их нужно просто Привлекать Поэтому я вам Каждой Желаю Научиться заниматься Привлечением Клиентов Удержанием Клиентов И Углубиться В мир Продаж И вперед К полным Записям Ну и также Конечно Я вас Призываю Оставаться со мной В блоге Вы на меня Сейчас подписаны Я там даю Тоже очень много Классных фишечек В продаже Ну и просто Будем с вами Общаться Болтать Это всегда очень приятно Всегда открыто К диалогам Несмотря на Огромный поток Моих сообщений Всегда Говорит Зачем могу Помогу И также Запускаю Очень крутые Проекты Которые Пошагово Вам рассказывают Как Это То есть Это прям Малая часть Которую я вам Рассказала У меня есть Огромный проект Ну как огромный Он для взрослых людей Уроки по 10-15 минут С внедрением С внедрением Сразу Где сразу У вас возрастает Возможность Просто стать Магнитом Для своей аудитории У меня есть Много очень Кейсов Которые проходят Мастеров Которые проходят Мои проекты Мои наставничества Где я работаю Буквально с каждым И у вас потом Просто Ажиотаж Из клиентов Не пренебрежьте Можете не у меня Ладно Я не люблю Такое Приходите ко мне Покупайте у меня курс Просто углубляйтесь В продаже Вот мой вам Искренний совет Не было бы у меня Ни салона Не было бы у меня Ни школы И не набирала бы Я в маленьком городе Очень там Я в свое время Когда была инструктором По маникюру По этим Офлайн курсам Да По маникюру По педикюру Я доводила Вот в маленьком городе У нас небольшое население По-моему 70 тысяч человек У меня были полные группы Мне все писали Что невозможно В таком городе Обучать У меня курсы стоили По 20 тысяч Полные группы По 4-5 человек Все при помощи Навыков привлечения Маркетинга Все было через инстаграм Поэтому все возможно Вот на собственном Примере вам говорю Я всегда делаю Рассылки И напоминалки Здорово Вы большая Молодец Так Еще ваши вопросики Вы можете пока накидывать Можно в мертвое время Сделать скидку Они же все Вообще Простаивают Но смотря у кого Простаивают Опять же Если научиться Качественно устраивать Ажиотаж Из своих записей То никаких Никого у мертвого времени Не может быть Можно сделать скидку Но знаете Я ненавижу Частые скидки Вот честно Они могут быть В персональном характере Но когда в инстаграме Постоянно видишь У мастера Скидка Скидка Не про платежеспособных клиентов Вот Так Эфир останется Эфир останется Еще Когда работаешь сам на себя И нет времени Выходить на связь Тогда потеря клиентов Конечно Поэтому у кого есть Уже денежку Я вам рекомендую Задуматься об администраторе И выстроить с ним работу Таким образом Чтобы он занимался вам Занимался работой С возражением Доводил клиентов до записи Знал все о ваших услугах Либо настраивать автоответы Потому что конечно Сейчас конкуренция огромная Девочки Естественно никто не будет ждать Пока вы отпилите Никто не будет Этот по телефону вам звонят И вы А, да, да, нет На завтра нет Ага, до свидания Ну что за Конечно Так Секундочку Информация огонь Спасибо большое Так У нас им немножко осталось времени Давайте сразу закроем Такие возражения Ваши рекомендации Вот возражения Дорогое Я подумаю Это огромные возражения Которые несут за собой Огромные методички По работе с ними Тут существует С тысячей один вариант Поэтому к сожалению За этот эфир Я вам не смогу Просто об этом рассказать Как закрываются Грамотно эти возражения В последнее время Да, да, я с Екатеринбурга Мы такими фотографиями Еще вам продавайте Как-то же вы должны Нанести экспертность Свою Ваша экспертность Вот в работе С тяжелыми ножками Почему нет Конечно Надо Не часто, конечно У вас таких фоток Миллион Но раз В день Я думаю Будет уместно Показать Какой-то Трешовый кейс Очень круто Прогнали Спасибо за эфир Спасибо вам Вас было достаточно много Вы все так заинтересованы До конца Слушали В Беларуси Нет ВПН Заявки приходят На следующий день После заявки От клиента Ну да Спасибо за полезность И вам спасибо Что были сегодня со мной Мне очень приятно Всегда быть полезной Еще и рассказывать вам Такие важные темы Темы я теперь Не про маникюр Всегда рассказываю Не про пилежку А про то Что приносит вам Реально деньги Я не то Чтобы за то Что там Какие-нибудь рукожопики Должны выходить в топ И там Гребсти, лопаты и бабки Нет конечно Но я за маркетинг Мне жалко тех мастеров Я знаю Что из вас Здесь миллионы Тех кто очень круто Делает свои работы Часто кто смотрит Мои сторис Знают Какая я активная Захожу У меня там Очень много просмотров В сторис Но тем не менее Захожу На каждого мастера Смотрю работы Лайкаю Мне все Всегда пишут О спасибо Как приятно Что вы зашли А мне со мной Интересно Для статистики даже Некоторые мастера Просто крутецкие Мне так жалко Что у них такой прайс Что у них там Тысячу окошек свободных Я думаю Блин Как круто она делает ногти Как она не умеет продавать Вот это вот жалко Так Благодарю за эфир Благодарю вас всех И Очень буду ждать У себя В аккаунте В гостях Всегда открыто И рада с общением Отмечайте меня Общайтесь Если что-то интересует Спрашивайте У меня ВК треш По видео Сложным стопом Многие Высказываются Негативно Но я не удалила Со страницы Ох Девочки Конечно Всегда На все Многие Отвечают Негативно Ну Отпишитесь Те Кому Не устраивает Ваши фотографии Пусть они Сразу Отписываются К сожалению Подологи Не могут По-другому Проявить Свою экспертность Потому что Работают Со сложными Стопами Вы зайдите Даже к топовым Подологам Подологическим Центрам У них все равно Вы встретите Трешовые Как вы говорите Фотки Пусть они будут Затемненные Спрятанные В ленте Но они будут Потому что Это динамика Работает Этот треш Будет для нее У которой Все зашибись Ногтями А для той Бедняжки Которая ищет И у нее Такое же воспаление Раздулось На ногтей Ноготь вырастает И болит Она посмотрит Скажет Блин Этот ноготь Как у меня Мне надо Срочно К ней записаться Вот так Это работает Поэтому Не понравился Ей треш Много И этих отзывов Забейте Забейте Люди К сожалению Очень многие Говнистые Спасибо огромное Буду пересматривать Запись Спасибо вам Девочки Все Очень всем рада Сохраняю эфир Пересматривайте И всех жду у себя Пока-пока